Куда на банкете можно красиво поставить цветы, подаренные гостям, чтобы эстетично было и вдруг кто-то будет дарить не конверт, а подарки, то это как можно красиво оформить? Это нужно поставить отдельный столик и цветы обязательно ставить на отдельный стол. Я, знаете, вот как-то однажды мы приехали на какое-то мероприятие, сейчас я вот не помню уже в какой город мы приехали, и вот представьте, мы красиво все оформили, у нас абсолютно там каждая деталь продумана, продуман каждый уголочек вообще, как он должен выглядеть. Идут официанты, значит, надарили цветов в момент фуршета, не фуршета, а в момент церемонии. И тут я захожу в зал уже, знаете, финально посмотреть, что там в зале, и тут я вижу, что официанты несут вот эти вот ведра с цветами и ставят прямо вот перед президентом столом. Я говорю, что вы делаете? Они говорят, ну красиво же, а почему нет? Ни в коем случае. Это категорически нельзя ставить ведра с цветами, подаренными перед президентом столом. Категорически. Отдельно нужно сделать столик, который не будет попадать желательно в объектив фотографа, он должен стоять в стороночке, подальше где-нибудь с цветами, с подарками, если это будут какие-то подарки, там с коробками, все отдельно. Ну, соответственно, красивая шкатулка для денег, она будет лежать у вас на столе, а все остальное пусть вот лежит отдельно, отдельно на отдельном столике, потому что иначе это все попадет в кадр, это будет некрасиво. Ну вот я вот как-то показывала тоже свадьбу ребят, рассказывала, что ребят заранее попросили, чтобы им дарили игрушки для того, чтобы передать эти игрушки детям. И в итоге мы отдали в онкоцентр вот эти вот игрушки, подарки, которые приносили гости, но это стоял вообще абсолютно отдельный стол, он стоял очень далеко, и вот все, кто приносил эти игрушки, они поставили на этот столик, и он совершенно никак не попадал в кадр, совершенно. То есть если посмотреть съемку зала, съемку зала с декором, съемку зала с невестой и так далее, ну, совершенно, то есть вы никогда не увидите этот стол в зале вообще нигде. Он будет стоять так, чтобы вы его просто не заметите, и он никогда в жизни не попадет в объектив потока. Корнева и Ринда.